Ребята, привет! Уже и январь закончился. Что у нас остается? Февраль, март, апрель, май. И вот уже и ОГЭ. Поэтому хватит отдыхать, пора заняться сложными задачами. Ну, точнее, не такие не уже и сложные, но для кого-то может быть. Но после сегодняшнего видео эти задачи будут для вас просто элементарными. Так вот, в этом видео на повестке дня задание номер 23. Это вторая часть, и это задание по алгебре. Построить график функции. Там функции достаточно сложные. Точнее, выглядят они сложными. Но мы их будем превращать в простые функции и вспоминать, как строить графики таких вещей. Варианты ОГЭ, я думаю, вы просматривали. Номер 23 вы видели. Функции встречаются разные. И в том числе функции с модулем. Вот именно про них мы и поговорим. Что можно встретить? Есть функции, в которых где-то там внутри вы встречаете модуль. Есть функции, в которых модуль берется, одевается на всю функцию. И есть функции, где модуль стоит только на иксе. И вот есть три подхода, как построить график с модулем. Вот это вот будет универсальный метод. А вот здесь я вам покажу два особых упрощенных метода построения графика функций. Итак, что мы здесь видим? Модуль одет на всю функцию, как мы уже сказали. Внутри написана какая-то квадратичная штука. Если модуль стоит целиком на всей формуле, на всей функции, то нужно построить график функции, не глядя ни на какие модули, а потом то, что получится снизу, просто симметрично поднять наверх. Если вы встречаете функцию y равно, а дальше видите, что на всей функции, на всей формуле стоит модуль, то есть там внутри ваша формула, то принцип построения следующий. Нарисуй эту штуку без модуля. Вообще никаких модулей, просто отбросьте его. y равно f от x. Нарисовать эту картинку. Она как-то будет выглядеть у вас, скажем, что-то вот такого плана. А потом за счет одевания модуля все, что снизу, все, что снизу, вот эти хвосты, они симметрично поднимаются наверх. Пойдет вот так. Но когда мы будем строить, мы будем делать это точно. И вот то, что снизу, просто стиркой вытираем. И получаем в ответе вот такую вот загогулину, которая будет находиться только над осью x. Вот и вся техника. Это делаем всегда, когда модуль стоит на всей формуле. Теперь конкретно этот пример. Что мы видим? Вот это квадратичная функция. То есть я сейчас выпишу функцию y равно x квадрат плюс 4x минус 5. Построю ее, посмотрю, что получится, ну а потом сделаю вот этот вот ход. Перекину все, что снизу, наверх. Это парабола. Функция полная. Поэтому никакая таблица здесь нас не спасет. Нам надо четко понимать главную точку параболы. Это вершина. Найдем ее, а потом другие ключевые точки. Места, где парабола пересечет ось x и ось y. Этого будет достаточно, чтобы увидеть четко, как пойдет наша парабола. Первое. x вершины. Тут надо помнить формулу. Минус b делить на 2а. Подставляем. Минус 4 делить на 2 равно минус 2. То есть вы сейчас понимаете, где находится вершина этой параболы по оси x. Но нам надо понять, где будет находиться эта вершина по оси y. y вершины равно. Там есть формула, но, естественно, я ее не помню. Поэтому делаем по старинке. Подставляем вот эту штуку вместо x в эту формулу. Это самый простой способ. Минус 2 в квадрате плюс 4 умножить на минус 2 минус 5. Равно 4 минус 8 минус 5. Равно минус 9. Все. Вот это точки, координаты, вершины параболы. Я сейчас сразу начну это рисовать, чтобы вы понимали, что мы здесь высчитываем. Я буду рисовать набросок. У вас в тетради это, естественно, будет выглядеть красивее. Вот наша координатная плоскость. x, y. Это пускай будет 0. И единицы. То, что мы вычислили, это вершина параболы. Сейчас ее поставим. По x это минус 2. По y это минус 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть вот где-то здесь будет находиться вершина параболы. У нее ветви направлены вверх, потому что x квадрат, вот здесь коэффициент положительный. Она пойдет как-то вот так. А как? Она может пойти плавно или наоборот очень широко. Чтобы это понять, надо сейчас выяснить, где она пересекать будет ось y. И потом выяснить, где она будет пересекать ось x. Для этого вторым пунктом мы вычисляем пересечение с осью x и пересечение с осью y. Вот тут бывают проблемы. Не совсем ребята помнят, как это вычислять. Запомните такой подход. Если вы хотите понять, где с x, значит вставляйте формулу y равно 0. Если хотите понять, где с y, значит вставляйте x равно 0. Кстати, вот это очень легко считается. Подставляем x равный 0. 0, 0, минус 5. Значит y равен минус 5. Что это у нас? Это место, где парабола пересекает ось y. Давайте поставим здесь его. 0 по x, по y минус 5. Раз, два, три, четыре, пять. Вот эта точка. Значит парабола пойдет как-то вот так. И за счет того, что парабола симметрична относительно оси, которая проходит через вершину, с этой стороны будет аналогичная точка, симметричная. Парабола пойдет как-то так. Ну и последнее, что мы хотим понять, где она пересечет ось x. Это вот этот пункт. Подставляем вместо y 0. И наша функция превращается в квадратное уравнение, которое мы решаем, например, дискриминантом, если вы это любите, или теоремой Виетта. x1 и x2. Напомню, вот это число, это умножение корней. Значит нам, например, может подойти минус 5 и 1. 1. Как проверить, правильно ли мы подобрали? Сумма корней должна давать вот это число, но с противоположным знаком. То есть как раз минус 4. Супер. Бинго. Я подобрала. В эти точки выставляем вот сюда. x равно 1, x равно минус 5. 2, 3, 4, 5. Вот точка минус 5. Значит парабола пойдет так, что пересечет ось x в этих двух точках. Так. И вот так. Что делаем дальше? Одеваем на всю эту штучку модуль. Если мы на картинку одеваем модуль, все, что было снизу, симметрично поднимается вот так вот наверх. Эту точку и вот эти точки желательно перенести четко. То есть посчитать по осям, где будет вот эта штука находиться. Она пойдет вверх на 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опять же повторюсь, у меня набросок достаточно кривой. У вас в тетради будет все очень аккуратно. Здесь точка. 1, 2, 3, 4, 5. Значит пойдет вот сюда. Будет выглядеть как-то вот так. И потом идет в точку 1. Здесь аналогично. Нижнюю часть стирочкой вытираем. И вот наш ответ. 1, 2, 3. Вот график вот этой функции. Красота. Случай номер 2. Здесь уже не так, как там. Потому что модуль не стоит целиком на всей функции. А где он находится? Он только стоит на иксе. Вот этот икс у нас под вопросом. Дело в том, что нет проблем, если мы вот сюда пририсуем модуль. Все согласны, что если модуль будет в квадрате, то это будет все равно положительное число. Как тогда классифицировать этот случай? Это вариант, когда вы видите формулу y равно, и там в формуле на всех иксах стоит модуль. Вот это можно записать так. То есть не поверх стоит модуль, а на всех иксах в формуле стоит модуль. Вот я вам еще раз повторяю. Здесь вам модуль не написали на квадрате, но его можно поставить. Он ни на что не повлияет. Как быть здесь? Здесь техника такая. Опять же, берем эту функцию, не обращая внимания на какие модули. x квадрат минус 3x. Строим эту штуку. Посмотрим, что это получится. То есть это будет какой-то график. Вы построите y равно f от x. Это получается какая-то картинка. А потом, за счет того, что на иксе стоит модуль, все, что с правой стороны, симметрично перелазит на левую сторону. И вот та часть, которая была здесь, она просто вытирается стирочкой. То есть эта штука пропадает. Я ее тут чуть-чуть стираю. И у нас вот вся вот эта левая сторона симметрично перелазит налево. И получится вот такой вот график. Но мы сейчас разберемся конкретно вот с этой функцией и увидим, что это будет. Перед нами квадратичная функция. Значит, график будет парабола. Ветви направлены вверх. Коэффициент единицы. Как это строить? Ну, вообще-то, это какая-то формула сложноватая. Значит, надо действовать не таблицей, а действовать вот тем методом, как там. То есть найти вершину, x вершины, y вершины. Далее найти точки пересечения с осью x и с осью y. И построить эту параболу. Чтобы найти x вершины, как и в той функции, как и в том примере, мы делаем минус b и делим на 2a. Это будет 3 разделить на 2. Получаем 1,5. Ну, можно было бы оставить 3 вторых. И y вершины подставляем эту точку в нашу функцию. Получается 3 вторых в квадрате минус 3 умножить на 3 вторых. Равно здесь 9 четвертых минус 9 вторых. Чтобы посчитать такую штуку, надо подвести под общий знаменатель. Четверка. Сюда нам не хватает двойки. 9 минус 18 минус 9. Минус 9 четвертых. Вот такая вот вершина у нас получается. Теперь, опять же, буду строить график этой функции, чтобы вы понимали, что происходит. Вот оси x, y, 0, 1, 1. Выставляем 1,5. Приблизительно где-то здесь. Минус 9 четвертых. Где это будет? Надо выделить целую часть. Будет минус 2 целых. 1 четвертая. Минус 2 целых. И еще чуть-чуть. 1 четвертая. Это будет где-то здесь точка. Как пойдет парабола? Ветви вверх. Где же она пересечет ось y и ось x? Надо вот с этой функцией проделать то, что мы делали в предыдущем примере. Если мы хотим с осью x, вместо y вставляем 0. Получаем x квадрат минус 3x равно 0. Неполное квадратное уравнение. Значит, и подход должен быть специальный. Вынести x. x минус 3 равно 0. x равно 0. Или x минус 3 равно 0. Значит, x равен 3. И вот в таких случаях получается, что с осью y будет у нас совпадать вот эта точка. Если вы подставите x равно 0, то вы увидите, что y равен 0 минус 0. Поэтому наши точки 0 и 3. Вот то, что у нас получилось. Парабола наша пойдет как-то вот так. Оп. Что делаем теперь? Одеваем модуль на x. Поэтому все, что с левой стороны, вытираем стиркой. Оно нас не интересует. Все, что справа, точно так же пойдет на левую сторону. То есть будет здесь где-то точка минус 3. Вот аналогично вот этой. И вершинка переедет на эту сторону. И пойдет вот так. Ответ. Это вот эта вот функция. Вот этот график. Раз. Два. Вот этой штуки у нас уже нет. Вот и все. Видите, какая красота получается? Ребят, только вы не обижайтесь. Это у меня просто сегодня очень серьезное видео. Номер 23 из ОГЭ. Поэтому поехали дальше. Ну и теперь вот эта функция. Посмотрите, она не подпадает ни под один из наших случаев. Тут нет модуля целиком на всей функции. Тут не стоят модули на всех иксах, которые мы встречаем. Вот здесь надо использовать тот самый универсальный метод. То есть вообще, что делать с модулем, если вы его встречаете? Вот его не надо бояться. Надо его снять. Всегда, если вы встречаете модуль, его надо снимать. Каким образом? Вот здесь сейчас загвоздка у многих. Объясняю своими словами. От того, что стоит внутри модуля, зависит, как его мы будем снимать. Есть такое правило, которое как-то не особо понимают. Оно выглядит так. Модуль икс равно такая вот штучка. Икс, запятая, икс больше нуля. И минус икс, икс меньше, ну или равно нуля. Можно сюда включить. Вот все эту штучку иногда вспоминают, но не понимают, о чем здесь речь. И любимое слово, которое я от всех слышу, это то, что модуль всегда положительный. Да, это правда. Но это не противоречит вот этим вот записям. Минус перед буквой обозначает не отрицательное число, а противоположное к иксу. Теперь своими словами. Если вы встречаете модуль, и там внутри стоит положительное число, то вы раскрываете модуль с плюсом, то есть просто его убираете. Если вы встречаете модуль, и там внутри стоит число отрицательное, то надо модуль убрать и впереди приписать минус. То есть сделать число обратное отрицательному, то есть превратить в положительное. Это просто в буквах оно так выглядит с минусом. Теперь посмотрим сюда. Вот мы встречаем модуль. Вот он. Вот то, что там внутри, оно какое? Положительное или отрицательное? Вам, конечно, могут в каком-то задании это пояснить, там написать запятая, х такой-то. Но когда этого не написано, мы обязаны рассмотреть два варианта. То есть мы абсолютно не понимаем, что там внутри. Там или плюс, или минус. Раз мы не знаем, что там, будем говорить так. Ну ладно, хорошо, пускай то, что там внутри, оно будет положительное. Ну или ноль. То есть это первый случай, когда наш х будет больше либо равен минус 2. Вот. Если х такой, вот такой, больше чем минус 2, мы идем по нашему примеру и убираем этот модуль с плюсом. Потому что там внутри число положительное. Значит, надо просто модуль не написать. Получается, у равно 4х плюс 2. Я просто убрала модуль. Минус х квадрат минус 3х минус 2. Теперь начинаем это упрощать. у равно 4х плюс 8 минус х квадрат минус 3х минус 2. у равно минус х квадрат. Здесь приводим подобное. Плюс х плюс 6. Вот что у нас получилось. Как теперь это интерпретировать? Это значит, что надо взять координатную плоскость и построить вот эту штуку. Это будет парабола. Но только не на всей плоскости, а только вот в этой зоне. То есть вся координатная плоскость бьется на зоны. И вы рисуете это вот в этой части. Ну сейчас мы это построим. Но ведь мы же говорили, что мы не знаем, что у нас внутри в модуле. Поэтому мы обязаны рассмотреть второй случай, когда мы говорим, ну пускай то, что стоит в модуле, отрицательное. Ноль уже не берем, он где-то берется в одном месте. Значит, это случай, когда х будет меньше, чем минус 2. Это вот вторая зона будет получаться. Что мы будем на ней строить? Надо пробежаться по функции и снять этот модуль. Но только теперь уже мы сказали, что там внутри число отрицательное. Открывать будем это с минусом. Пишу сюда. У равно. Открываем с минусом. Значит, будет минус 4. Х плюс 2. Минус от вот этой вот штучки просто вылез вперед. Потому что здесь стоит умножение. Минус 4 получилось. Минус х квадрат. Минус 3х. Минус 2. Начинаем упрощать. Минус 4х. Минус 8. Минус х квадрат. Минус 3х. И минус 2. У равно. Минус х квадрат. Тут опять же приводим подобное. Минус 7х. Минус 10. Получилась опять же квадратичная функция. Что с ней делать? Ее надо будет построить. Но не на всей координатной плоскости. А только, вот внимание, на вот этом участке. Вот и куда мы будем это рисовать? Надо это удалять. Все эти манипуляции мы сделали для того, чтобы сейчас построить график функции. То есть сейчас еще предстоит целая куча работы. Надо будет для одной параболы найти вершину, точки пересечения с осью Х, точки пересечения с осью Y. И для второй параболы сделать то же самое. И потом построить одну и другую на своем участке. У меня есть шпаргалочка. Я уже все подсчитала. Если вы хотите себя проверить, вы, конечно, можете сейчас видео поставить на паузу. Все просчитать самостоятельно и потом сверить наши результаты. Что будет получаться для первой параболы? Если будем считать вершину. Х вершины будет иметь координаты 1,2. У вершины, координаты 6,1,4. Пересечение с осью Х, с ОХ. Это мы решили уравнение. У нас получилось, что Х1 равно 2, минус 2 и Х2 равно 3. И пересечение с осью Y, с ОСЬЮ Y, это точка Y равно 6. Для второй функции записываем. Х вершины будет получаться минус 3,5. У вершины у меня получилось 2,1. На четвертое. Пересечение с осями. С ОСЬЮ Х, точки Х равно 5, минус 5, и Х равно 2. С ОСЬЮ Y, точка получилась, Y равно минус 10. Вот мы сейчас всю эту красоту выставляем на нашей координатной плоскости. Но только помним, что вот этот участок, это вот эта функция, вот этот участок, это вот эта функция. Для удобства иногда я рекомендую разграничить нашу плоскость. Она разбита на две части. Вот эта точка минус 2, она как бы переломная. Вот я проведу вот так, пунктиром прямую. На этой половинке Х меньше минус 2. Вот этот переломный момент. А на этой половинке у нас зона, где Х больше, чем минус 2. Ну, а в этой точке Х равно минус 2. Сейчас начинаем выставлять. Первая функция, координаты вершины. Одна вторая и 6,1, значит, это будет где-то находиться здесь. Вот наша вершинка. Ветви у первой и второй параболы направлены вниз. Дальше. Точки пересечения минус 2, 3. И точки пересечения с осью Y, это Y равно 6. Значит, здесь будет симметричная точка. Вот так же и пойдет наша парабола. Посмотрите. Оп. И сюда. Оп. Вот здесь я продолжаю вниз. А вот с этой стороны стоп. Потому что эта парабола у нас строится только на участке, где Х больше либо равен 2. Больше либо равен, значит, эта точка будет в данном случае закрашена. Все, с первой частью разобрались. Теперь вторая парабола. Она будет располагаться вот здесь. Будем рисовать. Х вершины минус 3,5. Это где-то здесь. И Y равен 2,1. Это где-то здесь. Вот наша вершинка. Как пойдет парабола? Пересечение с осями. Это точка минус 5 и точка минус 2. Тут я не подписала. Минус 2. Значит, парабола пойдет как-то вот так. Посмотрите. Оп. Оп. Нет смысла продолжать ее сюда. Вообще она пошла бы в точку минус 10. И вот так бы пересекала нашу ось Y. Но так как парабола рисуется только в этой половинке, сюда продолжать не имеет смысла. Но можно поставить точку симметричную вот этой минус десятки. Только через вершину. То есть симметрично вершине. Вот это будет где-то здесь. У вас, как я говорю, в тетради будет все гораздо красивее. Оп. И вот так пойдет наша парабола. Вот это итоговый чертеж. Вот такие вот горы. Вот такой вот график функции получается. Вот у такой сложной формулы. И я, кстати, вижу не мой вопрос в ваших глазах. А где вторая часть этой задачи? Да, там постоянно еще спрашивают дополнительный вопрос. Где такая-то прямая, к примеру, имеет с графиком функции одну общую точку, две общие точки, ни одной общей точки? Только вот этот момент мы разберем в другом видео. Я пройдусь по всем функциям и покажу, как работать с каждым из случаев. Но об этой, в этом видео, я попыталась объяснить, как построить графики функций, в которых вы встречаете модуль. И разделила это все на три случая. Я думаю, что вам теперь будет все понятно. И вы справитесь с этим заданием. Ставьте ваши лайки, если вы ждете вторую часть нашего видоса. Обязательно это сделаем в ближайшее время. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры Дима Торзок Продолжение следует... Продолжение следует...